Пишкам гостям, я Джетли, и это, короче, новый влог. Сегодня я вам расскажу о том, что я полгода не подплеталась. И вот завтра на подплетение я на голове вот такая вот херня. И всё такое лохматое. Всё такое пушистое. Вот. А ещё у меня вопрос к оператору. Почему тебе нравится немножко горький кофе, но ты не любишь попки от огурцов, они же тоже горькие. Я не понимаю. Вот, короче, дальше о подплетении. Если вас тоже интересует вопрос, почему оператор не любит попки от огурцов, пишите об этом в комменты. Чем больше таких вопросов будет, тем скорее я узнаю на этот вопрос ответ. Вот. Короче, подплетаться надо по-хорошему каждые два месяца. Потому что дрейды должны быть аккуратненькие. Ну, типа, мне нравится, когда из них ничего не торчит, смотрят, на счёт грузовик собьёт. Вот, блин, смех-то будет. Это мы запикиваем. Вот. У нас всего 27 минут записи. Поэтому будем стараться записывать быстро. Короче, подплетаться надо каждые два месяца. Тры-пыры. А, нижняя берега, я думала, проститутка рекламирует. Неважно. Может, у них мало клиентов. Реклама лучший способ. Отчего лучший способ? Мне ни одна реклама ничего не дала. Наверное, я просто не проститутка. Поэтому ничего и не дала. Ну, ладно. Не в тему. Наконец-то меня подплетут. Там дрейды уплотнят немножко. Они ещё чуть больше запутаются. И будут более структурированными. А то они слишком воздушные, слишком широкие получаются. Ну, это даже хорошо. Потому что все мои волосы выпавшие, не выпавшие при мне. Объём идеальный. Как я люблю. Вот. Скоро, довольно скоро, по идее, мы должны брать очень... Очень интересное интервью. Интервью у тату-мастера, который мне делает боди-модификации, татуировочки. Но там будет не совсем форматное видео, не совсем интервью. Интервью, и не совсем по теме татуировок. Но по теме боди-модификации. Вот. Хотела рассказать видео о подплетении, но это просто в двух словах рассказывать. Я потом просто покажу в следующем видео, какие у меня будут третики. Аккуратненькие. Я ещё хотела снять видос, типа, с ответами на вопросы с АСКФМ, но ответов слишком... вопросов слишком мало. Так много вопросов, так мало ответов. Наоборот. Много ответов, вопросов мало. Но, поэтому, если вы хотите видео с ответами на вопросы, пишите эти вопросы у АСКФМ. И, типа, я буду на них отвечать. Буду на них отвечать. И, собственно, контент. Видео с кистями я не думаю, что кому-то интересно, потому что кому-то вообще вряд ли интересен макияж на моём канале. Ну, потому что я, типа, не бьюти-блогер. Вообще ни разу. Вот. Также на неделе примерно я должна опять попасть к врачу. Может, на следующий. Но не уверена вообще, потому что ему надо звонить. А я у него тоже с карантина не была. И, скорее всего, мне просто... Да тут пизды за это! Потому что... Ну, у меня была небольшая промашка с лекарствами, и теперь я немножко дёрганая. Ну, не то, что прям совсем, но... Короче, некие проблемы есть. Меня, скорее всего, опять будут корректировать ДОС. Вот. Надо попасться. Туда идём, потом туда. Надо попасть к врачу. Но кто меня вздрочнет? Вот. Потом Иван Васильевич меняет профессию. Возможно, у меня будет ещё одна работа. Или просто другая работа. На 5-2. Это не факт. Но я надеюсь, что она будет. Потому что свою трудовуху я наконец-то нашла. Нашла трудовуху. Ах, пипец, она у меня есть. Потому что я работала. Вот. Короче, как-то так. И теперь надо не облажаться с очередным собеседованием. Короче, я пробовала пойти в магазин «Твоё» на старшего кассира. Ну, потому что меня пригласили на старшего кассира из-за резюме. Вот. Ну, и... Короче, что-то там случилось. Они сказали, что... Ну, типа, это место уже занято. Ну, хотя я два раза там приходила. Там один день работала. Всё нормально было. Ну. Реально нормально было. Вот. И... Они сказали, что... Ну, типа, только кассир вместо свободных там. Ну, небольшая зарплата. Типа, 20 с лишним тысяч. Ну, в принципе, как и кто куда я собираюсь пойти. Но туда надо ехать два часа. В это «Твоё». Вот. И я подумала. Подумала, решила, что ну нахер. Это счастье. Лучше устроюсь где-нибудь рядом с домом. И буду просто... Ну. Работать по 8 часов. Вот. Всё. Потому что там ничего особо такого, что я не делаю в повседневной жизни. И на основной своей работе... Типа, ничего такого нет. Сверхъестественного. Поэтому... Почему бы и нет. Почему бы и да. Вот. Ещё, конечно, внутри меня... Гущует злоба. Насчёт... Одного момента... В моей косметическо-парфюмерной практике. Но я его рассказывать не буду, потому что интрига. Если кого-то это заинтересует... Мы снимем видосик. Но если никого это не заинтересует... Мы это ставим в подвешенном, умолчаном состоянии. Вот. Ну, в сентябре вроде как ожидается вторая волна карантина. Блядь, вторая волна карантина. А я устроюсь на работу. Ну, по идее, да, это же госучреждение. Ну, нормально должно быть, да. Вот. А то, типа, вторая волна карантина. Я её не переживу. Ну, вообще никак. Потому что... Я напомню ещё раз. У меня на Твиче теневой бан. Я отправляла заявку. Меня отклонили. Сказали, типа... Соси песос. Буду создавать, наверное, новый Твич-канал. Поэтому, если кому-то интересно, как я играю... Играю. Эх. Кому, может быть, интересно, как я играю. Ну, ладно. Короче, что... Следите за новостями. Я это анонсирую, наверное, в новом видосике каком-нибудь. Каком-нибудь. Пускай неизвестно каком. Потому что неизвестно, когда я сейчас буду играть. Потому что я застряла в этом чудесном месте. Ля-ля-ля-ля. Ну, примерно на неделю. А дальше я знаю, что будет. Вот. На самом деле, очень много новостей. И совершенно нет лекарств. Абсолютно никаких лекарств. Потому что нет денег. Просто будете наблюдать меня такой постоянно. Знаете, такой подвешенный. Немножко вздерошенный и взволнованный. И как будто под чем-то интересным. Но нет. Это просто обычное мое состояние, когда у меня нет лекарств. Вот. А еще у меня появляются мани. А разнообразные мани. Из-за которых я не могу заснуть. У меня бессонница. И прочая херня. Короче, вот. Хочу узнать о том, что было. Не буду. Ну, собственно, вот. Наверное, это все, о чем я пока могу рассказать. Если что, подписывайтесь на меня в инстаграме. Потому что я в последнее время в посту туда stories всякие разные. А на меня, по-моему, пауки на лице. Паутину сплеи. Старая стала. Вот. Короче, смотрите stories. Как я работаю. Как я не работаю. Как я отдыхаю. Как я не отдыхаю. Типа, все вот это вот дерьмо. Просто смотрите. Если вам это интересно. Если вам это не интересно, ну, вы знаете, что делать. Так же давайте подпишемся на мой канал. Потому что, возможно, это немножко поднимет мне настроение. И я буду менее беспокойной. Вот. Особенно насчет второй волны карантина. Ох, блин. Вторая волна. Мне кажется, знаешь, если будет вторая волна, я просто буду это с бомжовым, с бомжовым Вася истучить. от которой у нас сегодня под окнами гулял. Потому что это один из немногих выходов, которые я могу себе позволить. Кроме окна. Ну все, ладно. Все. Всем пока.